здравствуйте друзья добро пожаловать на нашу стройку мы продолжаем трудиться погода хоть и ветреная но без дождя а это очень хорошо потому что в дождь работать электроинструментом конечно не айс ну я бы сказал вообще невозможно поэтому погода позволяет трудиться на каком этапе я остановился а собственно говоря перехожу к сборке стропильной системы вот так это выглядит по проекту казалось бы вроде ничего сложного но нет если присмотреться здесь будет художественное вырезание и здесь и при этом нужно еще как-то все это попасть в размер чтобы не лазить вон туда наверх и не проверять получилось ли у меня или нет я решил сделать вот такой стенд не отходя как говорится от кассы здесь я уже пробую художественно вырезать посмотреть что получилось и вот собственно здесь и хочу все проверить это пробная доска естественно здесь будет 200 их я еще не пилил вот как раз собираюсь конечно опытные строители наверняка просто взяли бы закинуть туда доски там бы на месте их вы попилили как-то я вот смотрю у некоторых ребят они прям вообще там летают по жердочкам и не париться или делает леса и на лесах тоже собственно говоря все это делают но я один опыта у меня такого нет что прям все наверху выпиливать и вот так вот прям на глаз чик-чик поэтому я думаю сначала я сделаю все заготовки здесь внизу уж как сделаю так сделаю надеюсь что получится ровно и потом уже туда буду закидывать да не так просто эту крышу еще нужно будет тоже геометрическую фигуру задать потому что кровельный материал имеет строго ровную форму и если где-то что-то не сойдется то что-то где-то не сойдется и будет проблема друзья обязательно напишите в комментариях как бы сделали вы как поделитесь опытом может быть вы уже имели опыт стройки поэтому будет интересно узнать и а а а а а ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Самый простой этап выполнен. Доски напилены. Все вроде получилось ровно. И доски вроде даже, даже вроде, ну почти, почти, почти ровные, но неровные. Я думаю, пройтись по ним рубанкам. Какие-то самые крупные неровности. Друзья, не знаю я, что делать с такими досками, которые все немного кривые, косые. И непонятно, как потом их там наверху. Сейчас, наверное, выберу самые прямые на крайней доске. А остальное уже, походу, буду наверху как-то рубанить. Вот были бы идеально ровные доски. Мне кажется, лучше всего собирать из строганной сухой доски. Но, увы, что есть, то есть. Буду как-то пробовать. Эту доску я положил для разметки. Сейчас я помечу, где делать запилы, чтобы все было ровно. И, в общем-то, тут совсем чуть-чуть, буквально 2 сантиметра, небольшой запил. Ой, ну надо как-то умудриться сделать так, чтобы это еще все потом стало наверху. Долго ли, коротко ли? Напилил я несколько досок. Ну что, скажете, ровно получается? Ну, так вроде более-менее ровно. Здесь более-менее она как-то ложится. Ну, а сверху, конечно, плюс-минус, да, полсантиметра. А том, если того больше, точно гуляет. Здесь почему-то ровнее. В общем, непонятно с этими досками, как что, как не выпендривайся. Все равно будет где-то криво. Но тут главное, чтобы, знаете, когда выпиливаешь, чтобы руки из того места росли. А растут ли они у меня из того места? Это еще вопрос. Значит, сделал я образец, прикинул его и пропилил циркуляркой. Сделал запилу под углом 10 градусов. Ну, как 10. Что-то около этого. Ну, более-менее сходится. Теперь я достаю доску. Размечаю ее, думаете, образцом? Нет, не образцом. Заново размечаю. Вот такой у меня инструментик есть. Где он? Вот он. Очень, кстати, удобная штука. И достаточно точная. Мне нравится. Выставил, померил, отмерил. Вот то, что надо. Ну, а потом отпиливаю циркуляркой. И... Да, вот. И допиливаю ножовкой. Вы скажете, можно же прям хоп-хоп и все. Я, да, знаю. Но вот не люблю я, когда лишние запилы остаются. Вот могу себе позволить потратить немного времени и допилить вручную. Но это не так тяжело. Как говорится, лучше один раз увидеть, чем семь раз услышать. Сейчас вам все и покажу, как что у меня получается. Еще важный момент. С какой стороны положить доску? Можно с той стороны размечать, можно с этой стороны. Я делаю с этой. Почему? Потому что циркуляционная пила имеет здесь основание больше, а здесь меньше. Если пилить с этой стороны, то неудобно, болтается. А с этой стороны лучше опора и спокойно запиливать. Что мне не хватает в этой пиле, это, ну, во-первых, хорошо бы иметь фиксацию чехла, чтобы можно было отмерять как-то зазор пропила и угол наклона. Это, конечно, мешается. И нету шкалы глубины пропила, что тоже неудобно. Какая-то линейка, но это все зачем? Был бы угол пропила. Глубина пропила была бы лучше. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Капает? Вроде не капает На, друзья, пошел дождь, напугал, все тут намочил, прям такой ливень хороший прошел И пришлось экстренно прерваться, еле, как говорится, унес, нет, не ноги, еле унес инструмент А то бы остался залитым водой и большой вопрос, заработал бы он потом или нет Сколько? Надо посчитать Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать Да, все верно, тринадцать баллов перекрытия готовы Примерно в таком порядке они будут И зачем я их сложил? Чтобы понять гипотетически проблемные места Они, конечно, присутствуют Но в целом, в целом, более-менее все как-то легло Может быть, наверное, я сейчас вот прям сильно выпирающий как-то прям края шлифану Вот, ну а остальное уже буду по ходу там наверху как-то исправлять Наверху, конечно, мне кажется, будет сложнее Здесь-то раз и все Но наверху там тоже может как-то лечь не так И поэтому придется исправлять Ладно, сначала исправлю здесь Поднимаю И исправляю там Выглядит на словах все просто Давайте займемся делом ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Предвкушаю ваш вопрос А что это вам такое привезли интересненькое? Неужто забор? Приехал профлист Но Нет Это не забор А что это? Какие еще есть варианты? Обязательно пишите свои варианты в комментариях Ладно, не буду мучить Да, это крыша Вот и все Но, может быть, не только крыша А что-то еще Увидим в следующей серии Не забывайте подписываться Итак, доски я подготовил Вырезы сделал И теперь осталось их поднять наверх Вы можете заметить Что здесь всего лишь одна доска с выпилом А где вторая? Та-дам! А вторая уже наверху Ах, каким-то чудом я ее туда закинул Но это пока не отработанная технология Я вот думаю С помощью чего же мне поднять Все эти стропила? Не с помощью того самого А с помощью лестницы Вот такая лестница в хозяйстве появилась Сейчас, я думаю, ее расстелю как козлы Как площадку И с нее буду как-то туда все это дело подавать Чудесным образом Мы вдвоем Вы же вдвоем Да, видите, вокруг нас никого нет больше Мы вдвоем Мы молодцы Все закинули Все оказалось не так сложно Поставили лестницу козла И Вот с нее Закинули Теперь осталось это все Распределить По всей площади Ровно И зафиксировать Все просто Делов-то Сейчас чуть-чуть остынем Хотя нет Вы же пишите в комментариях Много болтаем Надо больше дел делать С помощью лестницы Жены И сноровки Мы расставили все лаги На нужное расстояние Натянули веревочку И О ужас Целый сантиметр Где-то есть промашки Я думаю, что мы Сами себе простим этот сантиметр А вот если бы нам строил какой-нибудь Дядька Чужой Мы бы ему сказали Ай-яй-яй Делай ровно Ты криво Руки И руки растут у тебя Не из того места А себе мы можем позволить Простить Сантиметр Вот Ну, вычтем из зарплаты Там Сами себе Какую-то сумму Так уж и быть Сделаем скидку Заказчику Грубо говоря Так и быть На какие-нибудь доп. работы Там, я не знаю Вот Бесплатно Поэтому Что? Осталось Напилить Вот Такие Проставки Залезть туда С Этим Глазовым пистолетом И все это Каким-то чудесным образом Прибить Вот и все Собственно Все просто Как говорится Меньше Меньше романтики К станку Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дождик, друзья Я пролился Но Так сказать Вынудил нас Прерваться на обед Но Пообедать тоже Может быть Даже и нужно Чтоб подкрепиться Набраться сил Что я могу сказать Почти все Проставки у нас готовы Да Может быть Вы скажете Они сделаны Не совсем Прям Ровно По линеечке По веревочке Но Честно говоря Я не стремился Делать Это все По веревочке По линеечке Потому как Все равно Это силовый Элемент конструкции Который будет закрыт И ровность Там сильно Не нужна Однако Можно заметить Что одной проставки Здесь нет И одной проставки Там нет Да Все верно Потому что Все проставки Я напилил в один размер 590 миллиметров И И Конечно же Набежала погрешность Доски у нас Имеют Неровность Одна толще Одна тоньше Вот И Короче Плюс-минус Набежала неровность Как вы думаете Какая набежала неровность Вот они Эти две доски Которые я сейчас Чуть-чуть Подрежу Я вам скажу так Что Буквально На пару миллиметров Всего лишь Набежала погрешность Забивать молотком Я их прям Не хочу Я думаю Сейчас я их Чуть-чуть Подрежу Буквально На полдиска И Они плотненько Зайдут Так что Вот так На удивление Получилось Все достаточно ровно Это здорово Девушки отдыхают 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 мы продолжаем нашу стройку сделал я вот такие выносные планки как еще называют кобылки мне кажется такое у них есть название если не ошибаюсь поправьте меня если что в комментариях так вот наконец я сделал вроде у меня все получилось ну как то получилось вроде даже примерно ровно что нужно нужно взять доску она мне уже заготовленные туда прикрутить а вот как это сделать технически одному например летать то я не умею поэтому что я сделал я прикрутил внизу брусок и с той стороны брусок и планирую туда ее положить поднять положить и потом уже прикрутить при этом предварительно я ее разметил где должны быть доски прикрученные даже закрутил уже предварительно саморезы конструкционные надеюсь это мне облегчит ее позиционирование в общем как то так ладно буду пробовать так Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok у нас было вот тут все так все заросло где влияет вот это все друзья пожалуйста аптекарский огород заказывать на сушим отправим ну что ты делаешь это же просто валерьянка она пьянеет еще начнут к нам руянить еще делаешь для чего-то не похожа что как это это валерьянка не до валерьянка может быть кошка не до кошки точнее кошачьи янка линка ларфтенэм линьянка